Профессионализм и любительство Никто это не знает, это большое преимущество, что я уже говорил ниже Но мне интересно, те люди, которые нас смотрят и те люди, которые пишут Вы знаете, я в таком восторге от того, что вы пишете Я так рад, что вы хорошо складываете буквы Я так рад, что вы двигаетесь по своей мысли Вы конструируете вопрос, вы даете реплику Вы знаете, поэтому я стал спрашивать, сколько вам лет, господа Мне интересно, что вы прекрасно пишете Когда мне говорят, что все зрители Иногда мне тоже так кажется Но читая то, что вы здесь пишете Меня это поражает Вы замечательные И вот один из них звонящих Кто вы, откуда вы, сколько вам лет Какого вы пола Добрый вечер Меня зовут Евгений Мне 25 лет Я мужского пола, я из Костромы Я не просто спросил Знаете, по поводу пола Я думаю об темах, передачах Сам, я думаю, что пора поговорить о гомофобии Это же интересная тема в кино и так далее Меньшинство Когда вот тут было Евровидение Видели эти геи, там собрались несчастные И вы видели? Они же не собрались Они просто собрались вместе А наши же думали, что это гей-парад И они говорят, ребят, мы просто в сквере разговариваем Это с одной стороны Поэтому мы посвятим передачу вот этой гомофобии О том, что такое ответственность за Ну, не хочу сказать извращение Но за другую ориентацию В чем у вас вопрос? Ну, я хотел бы В пользу любителей Да В пользу любителей высказаться Я как бы считаю, что все-таки любители Они своей непосредственностью более выигрывают У профессионалов Поскольку вот их непосредственность Она дает большой толчок для их роста И профессионалы Роста кому? Роста любителям? Роста любителям, да Своему росту То есть они Если профессионалы научены И уже у них есть образование Да, возьмем либо кино, либо музыкальную сферу То, соответственно, им расти остается меньше Это мое личное мнение А любитель, если он изначально любитель То у него для роста гораздо больше возможностей И его непосредственность очень немало Вот я с вами прям сразу поспорю Рост существует только у профессионала Любитель очень моментально Если он любитель на уровне крови Он сразу занимает нишу То, что ему кажется профессиональную Хотя он остается любителем И у него нету роста Спасибо за звоночек У него нет роста А у профессионала всегда есть рост Он всегда движется Ему все время чего-то не хватает Я же начал с этого Что профессионал Это миллион вопросов Миллион вопросов Ну там, я говорю про кино Я там делаю кино Там художник У него миллион вопросов Юра, как ты хочешь А вот это, а вот это А любитель говорит Да, понятно, пошел делать Это любительство Поэтому рост существует у профессионала Мы сейчас варим с вами картошечку Чтобы сделать пюре На маленьком огонечке Вот убавил Тушим эту рыбу Прекрасную В шампанском Вот И мне тут задают вопросы Вот пришел вопрос Только что Ну здесь шутка Жалко рыбу Таким советским шампанским испортили Абсолютно правильно Смешали профессиональную рыбу С непрофессиональным шампанским Хорошая реплика Спасибо вам большое Я уже вас хвалил Наши уважаемые зрители И то, что пишут Поэтому больше хвалить вас не буду А то вы из лона любителей Не перейдете в лонопрофессионалах А останетесь любителями Потому что вам будет казаться Что все, уже жизнь удалась Нет Я с следующей передачи начну вас ругать Добрый вечер Вы в любом эфире Как вас зовут? Добрый вечер Меня зовут Игорь Я звоню у вас из Санкт-Петербурга Здравствуйте Мне очень приятно вас видеть на экране Спасибо Это первое И у меня к вам два на самом деле Ну а сказать точнее Один вопрос Про блюдо, которое вы готовите Это ваш личный рецепт Или вы взяли его откуда? Я понял Значит вопрос Понял Смотрите Те рецепты, которые я готовлю Это то, что я сам ем Раз Это то, что я когда-то уже готовил Два Да Насколько меня хватит Вспомнить, да Что-либо И приготовить вместе с вами Я не знаю Ну то есть Пока у меня еще есть что-то такое Повторяться я не буду Поэтому это все рецепты Те, которые мне самому Ну мне приятно кушать Это важно В чем вопрос еще? А, еще утверждение такое Что все профессионалы Когда-то были, наверное, любителями Если вы согласны То скажите Либо да, либо нет Конечно, конечно Но вы понимаете, что Профессионал Каждый день К себе предъявляет все больше и больше Требования А любитель довольствуется тем, что случилось Я с вами абсолютно согласен Большое спасибо Спасибо за звонок Вы знаете, вот когда мы говорим Про профессионализм любительства Мне тут кто-то написал Юрий, перестаньте нападать на КВН И так далее Да не нападай на КВН И все мои нападки на КВН Они смешны Просто объясняю, почему Когда любительское представление Капустник ли Да? В театральных училищах Или КВН Когда свои ребята С соседней парты Прикликнутся дураками Прыщут слюной Это так классно Потому что вы понимаете о чем Это как любительские фотографии дома Вы снимали, снимали Или ваше прошлое Вы говорите Смотрите, я здесь такой, здесь такой А приходит какой-нибудь знакомый Не родственник Ему так Скучно Вы вовлечены лично В эту фотографию А ему не интересно Ему не хватает уже Художественного осмысления Того, что вы показываете Когда вы были маленькие И сидите на горшке Поэтому вот когда я говорю про КВН Он остался на том же уровне Он не вырастает во что-то И самое обидное Что те люди, которые выходят из КВН Они остаются те же самые Я вчера видел передачу И я думал, почему я Я в принципе Независтливый человек Потому что я Как-то больше занят собой Своими личными интересами И думаю Ну почему Почему мне не нравится Там тот же Камеди Клаб Ну ребята смеются Развели страну грамотно Я вчера видел передачу Случайно утром проснулся Я иногда утром просыпаюсь Увидел передачу И выступает Один из Камеди Клаб И сказал А я Москву воспринимаю Как офис И здесь бабки зарабатываю Все Я понял, почему мне не нравятся эти шоу Понимаете, про что говорю? Я понял, что никто туда не вкладывается Я смеюсь Я смеюсь над мистером Бином Потому что я понял, что это его жизнь Я не чувствую, что меня мистер Бин разводит Понимаете, про что говорю? А здесь я понял, что да Просто меня разводят Ну и хорошо И кто-то на это ведется Добрый вечер Вы в прямом эфире Добрый вечер Да, как вас зовут? Меня зовут Марина Я из города Казани Думаю, что не нужно представляться, кто я Мужчины или женщины Да, хорошо Кстати, вот про Казань Я буквально сегодня Думал Я был один раз в Казани Или два раза был в Казани Два раза был в Казани У меня, кстати, один есть проект Который я хотел бы сделать совместно с Казани Есть проект Но это я не к вам Это я к Шайме его обращусь Проект связан с кулинарными способностями? Ой, я плохо вас слышу Можно чуть громче? Проект связан с кулинарными способностями? Проект? Да Да, я решил сделать самую большую колбасу Конскую, татарскую колбасу Которая протянется от Казани до Москвы Правильно? Я кулинар, вы же звоните правильно? На кулинарную передачу Замечательно Замечательно Это традиционно Потому что был всегда поезд Который вез из Москвы в Казань колбасу Видимо, сейчас этот поезд едет обратно Да Да, в чем у вас вопрос? Вопрос мой Вернее, не вопрос, а разговор идет о творчестве И я считаю, что профессионалы Изначально, вероятно, требуют для себя высокой зарплаты И так далее, коль шел разговор о деньгах Вообще не согласен Извините, сразу перебиваю Просто два вопроса очень трудно Я в голове это не держу Вы говорите, что профессионалы требуют больше оплаты, зарплаты Вероятно, изначально Нет, неправильно Я вам расскажу такой пример Приведу пример по поводу артистов Я готов платить большие гонорары артистов Которые работают с первого-второго дубля А когда ты берешь артиста менее профессионального Который вообще ничего не понимает, что происходит Он тратит гигантское количество времени А время это деньги Свет, камера, пленка и так далее Я такое знаю миллион Поэтому профессионал это всегда выгодно Лучше заплатить профессионалу Чем по любви работать с любителем Да И все-таки профессионал Требует ли он, не требует ли он Но в любом случае Профессиональный человек Он включится и это будет видно И вот предыдущий был звонок о том Что любители и профессионалы Я считаю, что если человек профессиональный То он вот Когда он увидел любителя Он для себя что-то новое увидел Вот он отпил вот что-то такое новое И его творчество Оно будет развиваться безусловно от этого И от этого Я с вами согласен То есть подпитка, которая существует У профессионала Она существует не только от того Что кто-то рядом любитель что-то сделал Подпитка существует даже от того Что я здесь нахожусь в эфире И общаюсь с вами Поэтому я бы не стал бы, что любитель Он существует только для того, чтобы питать профессионала Я считаю, что любитель Это старт для профессионала Но мало любителей Переходит в лоно профессионалов Очень мало Спасибо за звонок Я сейчас проверю картошку Думаю, что она уже сварилась Ну, еще чуть-чуть она варится Рыба у нас варится Напоминаю вам телефон Студию 8495-276-0985 Через 15 минут придет Дашкевич Мы будем говорить с ним О его представлении профессионализма Будем говорить о музыке Которую написал И вообще Наверное, опять о вас, зрители Вот еще один вопросик Пошел только что Сейчас очень много молодых актеров Носит звание народных Даже тех, кто знают только по мыльным операм Раньше получилось Народным было очень сложно Ну и так далее, и тому подобное Хороший вопрос Могу объяснить Я вижу звоночек Вы можете выводить уже звоночек И я начну говорить Начать на вопрос Народный Откуда это появилось Вы знаете, я увлекаюсь живописью И я вам скажу такую вещь Что 20-е годы Живопись в России В России Это был некий всплеск Такого, знаете Ну, популярно если говорить Да Очень яркого Такого мазка Такой экспрессии Какой-то такой свободы Потому что когда коммунисты В 17-м году Все пытались поделить В 20-х годах Началась некая оттепель Ну, то, что в 60-х случилось Да Все подумали, что Что-то как-то там НЭП и так далее Как-то начало развиваться То есть, как-то они так Профукали ситуацию И появилась такая живопись А в 30-е годы Живопись немножко пошла вниз Она стала более оформительской И на усладу Понятно кого Да Власти и так далее Так вот, в этот момент В 30-е годы Появились народные и заслуженные Потому что у человека Появилось уже что терять Ему сказали Ты не просто художник прекрасный А давай-ка мы тебе дачку дадим А давай мы тебе дадим Не только дачку А прислужить народного артиста И ты будешь получать еще пенсию И вот тут начался разврат Я вообще считаю Что вот то, что сейчас происходит Народные Это списками Поэтому мое отношение к этому Очень странное Если мы все очень разные Что это за комиссия Которая присуждает Кому-то народного артиста Добрый вечер Вы в прямом эфире Как вас зовут? Добрый вечер, Юрий Наталья Васильевна Санкт-Петербург Наталья Васильевна Так звали мою учительницу В первом классе Приятно очень А вы нам звонили уже Наталья Васильевна? Да Очень приятно А вы в Санкт-Петербурге Чем занимаетесь? Ну я как бы По поводу профессионализма Я тоже профессионал Вы чем занимаетесь? Я строитель Вы строите дома? Ну скажем не строю Но занимаюсь строительством Да Я маляр по профессии Что? Кто вы? Маляр А маляр Кстати хорошая профессия Это большая проблема Это большая проблема Не каждый маляр Может называть себя художником Вы согласны с этим? Ну есть такое выражение Ну я так считаю Просто красить и не любить Это же ад Да вот это все Вот по поводу Ну просто у меня реплика такая Я понимаю вот как профессионал Я оцениваю любителя Это человек который Как бы заинтересовался Какой-то темой Ему это интересно сейчас В данный момент И он что-то сделал Ему потом уже не интересно Развивать эту тему А профессионал Он добивается Вот классного В своей работе Чтобы люди получали Как вам сказать Удовольствие от этой работы Понимаете? Я это вижу всегда Я это ощущаю Но вы это человек Который работает руками Вы там маляр Вы же прекрасно понимаете Что такой профессиональный маляр Вы согласны с этим? Да Это же безумие Вроде бы что Размешал краску И кисточкой К сожалению нет Это творческая профессия Но там же сколько надо знать Вы согласны с этим? Вот именно я про это и говорю Чтобы добиться Что-то в своей профессии Я должна была Перелопатить Кучу Да Работы своей Чтобы добиться Того От чего я получаю Удовольствие Понимаете? Спасибо большое за лок Вы знаете Я когда вот Преподавал 9 лет у меня был такой Опыт И была у меня мастерская Учил Я закрыл эту мастерскую Я уже до рекламы сказал И тут написали Что вот мы хотели А оказывается Вы закрыли Вы знаете Мне что-то надоело Скажу почему Честно 9 лет Срок, правда? Это большой срок 9 лет 9 лет Каждый год Мы набирали учащихся Готовили Выпускали И каждый год Приходили все Учащиеся Которые все меньше и меньше Мне были симпатичны Объясню почему Они Как бы хотели Научиться Даже за деньги Это стоило Недешево Но Для меня был Один Я не буду говорить Фамилия педагога Очень известного Человека С которым Постоять за честь Он плохо слышал У него Слуховой аппарат Но Все что он скажет Это очень важно Это очень важно И в один прекрасный момент Я пришел И я понял Что на его лекции Нет ни одного учащегося Ни одного Потому что его было трудно слушать Но он говорил Очень важные вещи Он говорил Очень важные вещи А люди хотели Такого балагурства Чтобы им рассказывали И пересказывали книжки Которые они могут прочитать И мне стало неинтересно И стыдно За моих же учащихся Которые приходили И пропускали эти лекции Пропускали Поэтому я закрыл Я не хочу расстраиваться Господа Что есть такие люди У которых есть возможность Просто пообщаться С великим человеком От кино И таких людей я приглашал И Гуэра И Зануся И тот же Мотыль преподавал Такого там только не было А учащихся не было Два-три приходило Потом пять Я подумал Зачем мне это надо Зачем это надо Они платят Деньги Нет проблем Но я понял Что мне это неудобно Я закрыл это Багадемию Потому что К сожалению Многим нужна корочка Раз Кому-то нужна Иллюзия А я думал Что вам нужны знания Поэтому мастерскую я закрыл Может быть Когда-нибудь мы ее откроем Но пока у нас У меня на это нет сил Добрый вечер Вы в прямом эфире Алло Здравствуйте Да Как вас зовут Меня зовут Анатолий Здрасте Откуда вы Анатолий Мне 37 лет Я из Ханты-Мансийского Автономного округа Из города Герой Пытья Ага Вот У меня такая вот Ассоциация была Когда я вас видел Когда вы держали В руках шампанское Вы мне напомнили Квентина Тарантино Который В фильме На известном Четыре комнаты Говорил Что это Не кристалл Шампанское Это плохое Шампанское Ой А кристалл Знаете Какое Дурацкое Шампанское Это американцы Придумали Что кристалл Это хорошее Шампанское Это самое Плохое Шампанское Самый Раскучный Бренд Потому что там Все с золотом Да Я могу Посоветовать Какое хорошее Шампанское Вы пьете Шампанское Ну да Периодически Вот Я вот Очень люблю «Ролемперье». Да, вот розовый такой. Оно, к сожалению, дорого стоит, но это шампанское. И, кстати, это единственное соц. шампанского, которое делается по-настоящему из розового винограда. А не добавляется в вино, не смешивается розовое, ну, красное с белым, а по-настоящему. Это редкая вещь. Ну, извините, у нас передача про алкоголь запрещена на телевидении. Я понял. Просто что, о профессионализме. Просто вы вели себя как профессионал, с непрофессионалами, которые вам доставили какое-то советское шампанское, но в ваших глазах, я думал, что вы хотели бы видеть, ну, что-то типа кристалла. И вопрос вот по ходу хотел задать. Вот то блюдо, которое вы готовите из рыбы, из лосося, да? Профессионально или непрофессионально, это уже другой вопрос. Непрофессионально. Сразу отвечаю. Это непрофессионально. Это любительство. Из-за того, что я хочу, чтобы у меня получилось, это, да, я это могу сделать один раз, угостить гостя или вас, и вы будете умиляться то, что я руками все это смастерил для вас, да, но если я это поставлю на поток, если я открою ресторан и захочу что-то делать, мне тех познаний и стараний будет недостаточно. Это абсолютное галимое такое любительство. У меня вопрос вот после такого галимого любительства, как вы говорите, можно садиться за руль, если вы шампанским залили эту рыбу? Конечно. А что там, сейчас там все выпарится? Вообще без проблем. Вообще, я считаю, что... Спасибо за звонок. Вообще, я считаю... Извините, сейчас я буду к вам спиной, потому что я буду сливать воду. Значит, вы знаете, я был один из противников запрета рекламы алкоголя. Объясню, почему. Почему я был... Считал, что я против запрета алкоголя? Ну, рекламы. Потому что нужно повышать культуру питья. От того, что рекламу не показывают, все со мной пьют эту страшную водку, нажираются, свиней превращаются. А когда в рекламе снимаются прекрасные женщины, там, красивые мужчины, да, там другое. Я за культуру питья. А отмена этого всего, мне кажется, что это не решение проблемы алкогольной зависимости в России. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Я сейчас буду делать пюре. Алло, как вас зовут? Алло, меня отвлекают. Отвлекай, конечно, отвлекаете. Мне нравится. Отвлекать. Для этого и звоните. Тогда мой вопрос. Очень интересную тему подняли о любителях и профессионалах. Но обычно, как бы, профессионалов отличают от любителей их определенные черты. Вот можете сказать три своих основных профессиональных черты, которые у вас отличают от любителя? Меня? Да. Можно я не буду считать? Три или две или одну? Можно? Ну, пожалуйста, конечно. Спасибо за звонок. Я могу вам сказать такую вещь. А вот, кстати, вы знаете, вот я никогда не делал пюре. Вот я знаю, что надо его размять. А сколько-то надо масла поварить, сливочного, я даже и не понял. Вот сок хватит? Ну, я думаю, что начнем так, потому что кашу маслом не испортишь. Это я подготовился к передаче. Кашу маслом не испортишь. Вот. И мы сейчас все это будем перемешивать. Так вот, мой ответ. Я вам скажу честно. У меня вообще вопрос, считаю ли я себя профессионалом, мне здесь задают. Думаю, что да. Потому что я пришел в мир творчества случайно. Я не буду говорить, как. Это вообще случилось случайно. Вообще случайно. Вот. А потом я понял, что помощь это неоткуда ждать. Я не имею профессионального образования. И для меня было совсем недавно откроение. И комплекс, который пытались у меня выработать журналисты. Юрий, вы не имеете корочки, из какой вы мастерской, что вы заканчивали. Я думал, ну действительно, я не закончил, меня никуда не приняли. Это плохо, господа. Это не есть хорошо. Это не аксиома. Но так получилось. Плохо я учился. Но не важно. И я начал проходить путь с самого нуля. Мне нравилась малая форма. Я занимался модой. Занимался там живописью с детства. И я каждый день отвечал на себе на вопрос, что я должен за все отвечать сам. И мой путь, вот это прохождение, я снял, скажем честно, гигантское количество маленького формата, там рекламы, клипов, всего ужасное количество. 600. Это очень много. Это очень много. Я поэтому участвовал в фестивалях и побеждал на многих зарубежных фестивалях, российских, чтобы доказать себе, что я могу что-то сделать. Потому что я был все время недоволен, и мне хотелось сделать не так, как у них, подражательно, а всегда лучше. То, что называл своим лицом, там, или российским взглядом на рекламу, а потом уже кино появилось. Мне все время чего-то не хватало, я все время это делал. И у меня был случай, когда я снимал в первую жизнь одну рекламу, первый раз я снимал, на кинопленку, на 35 миллиметров, и у меня был один оператор, фамилии не буду говорить, и он говорил одну фразу, потрясающую. Я видел человека, который у меня стоял в кадре, и от него было 4 тени. Я говорю, у меня это как-то 4 тени-то много. Ну, свет стоял неправильно, 4 тени. Он говорит, Юрий, вы ничего не понимаете, на кинопленке все будет по-другому. Мы это проявили, смонтировали, и я видел эти 4 тени потом в законченном варианте. Я перестал верить, ну, многим. Я стал многое перепроверять, и сам внедряться абсолютно в каждую профессию. Потом меня жизнь свела с великими людьми, тот же Гоша Рерберг, оператор Тарковску, который зеркало снимал. Для меня был очень важный этот момент в том, что другой, ассистент оператора, захотел меня поставить на место. Ну, давно это было. И когда я попросил снимать вот именно вот так, и говорю, вот и на камеру, можно подойти к камеру? Вот. И я видел камеру, и говорю, вы знаете, можно на камеру надеть вот эту штуковину? На что ассистент оператора сказал, вот они, современные режиссеры, не знают, как эта штука называется. На что подошел ко мне Гоша Рерберг и сказал, Юр, даже не бери в голову. Есть миллион людей, которые знают, как эта хренота называется, но они никогда кино не снимут. А ты будешь снимать кино. Вот. И поэтому для меня ответ. Я пытаюсь ответить себе на вопрос практически каждой профессии, которая находится у меня в подчинении. потому что кино все-таки это некая пирамида, а здесь стоит не столько продюсер, а сколько режиссер. Итак, мы прерываемся на рекламу и будем говорить о персонализме дальше уже с великим композитором Дашкевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова